250 километров по реке и в дождь, и в зной встречи с дикими животными – суровые испытания северной природы. Так жители Усинска сплавлялись по реке Лая. Она вытекает из озера Лаято в Нинецком автономном округе и впадает в печору ниже села Усть-Уса. О том, как туристов встретила тайга и водная стихия, в репортаже коллег канала Юрган. Свой маршрут туристы выбирали тщательно. На карте заранее все прописали. Вот эта красная линия, например, река длиною в 300 километров, широкая, спокойная, с крутыми берегами. Лая – идеальный вариант для начинающих экстремалов. В верховьях Лаи, вот там вверху, где еще нет присутствия человека, там вообще дикие места. На каждом километре гусы с гусятами, утки с утятами, рыба ловится, просто ее лень ловить. Там пять раз закинул, пять рыбин вытащил. Лосиные следы на каждой косе. Видели оленя, заяц выбежал на нас как-то в один из вечеров. И натыкались трижды на медвежьи следы, причем один раз на очень свежие. Буквально перед нами там медведь прошел, может быть, за полдня там переходил реку. Впрочем, порой такая красота резко меняется городским андеграундом вдоль берега. Горы ржавого металла. Попадаются, к сожалению, не очень красивые вещи, типа груды просто брошенного металла от наших всяких муровиков и так далее. Однако уже через некоторое время природа берет свое. Серое небо насыщается красками заката. Открывается новая сторона приполярного пейзажа. Для странствующего путника наступает полное погружение, когда время, кажется, останавливается. Путешественники не успели отойти от впечатлений, как уже стали готовиться к новой экспедиции. На этот раз на Шарью группа запланирована многочисленная. К усинским путешественникам также готовы присоединиться туристы из Ухты и Кирова.